В Пинске и районе В Пинске зафиксировано 48 случаев ВИЧ-инфицирования, в районе это цифра 7. По количеству заболеваемости наш регион уже несколько лет подряд занимает первое место в области и шестое в республике. В основном преобладает в половой структуре мужское население. Если говорить о путях передачи, то на протяжении последних пяти лет ведущим путем является половой путь. И что касается возрастной структуры, то опять же преобладающие группы возрастные – это группа 35-39 лет и группа 40 лет и старше. На их долю приходится более 70% всех случаев. С 2014 года на базе Пинской центральной поликлиники функционирует консультативный диспансерный кабинет. Но из-за ежегодного прироста новых случаев ВИЧ в нашем регионе было принято решение расширить кабинет до отделения. Плюс, наверное, консультативность диспансерного отделения для ВИЧ-инфицированных пациентов в том, что им может быть оказана консультация узких специалистов прямо на месте. То есть там же им не надо уже ходить по другим специалистам, в другие организации, сидеть в очередях. Они могут прийти в одно отделение, где попадут и к врачу-инфекционисту, и там будет врач-нарколог, врач-психиатр и врач-фтизиатр. На данный момент в отделении уже открыт процедурный кабинет, в котором у пациентов будут производить забор крови. Ранее это можно было сделать только в поликлинике. Всего в городе на 1 ноября было зарегистрировано 859 случаев этой инфекции в районе 111. На 1-11-18-го года у нас лечится 478 человек, то есть это люди, которые получают специфическую антиретровирусную терапию. И прием данных препаратов позволяет человеку прожить продолжительность жизни, такой же, как и в среднем по Республике Беларусь. А также эти люди уже не могут выступить источником заражения для своих близких. 30-й Всемирный день борьбы со СПИДом пройдет под лозунгом «Знай свой ВИЧ-статус». Сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию можно в любом медицинском учреждении города и района, где есть процедурные кабинеты. Неприметное с виду здание по улице Федотова преобразилось. В Брестской областной центральной здюшор профсоюзов по легкой атлетике города Пинска был произведен ремонт. О том, что же изменилось в зале и как теперь проходят тренировки, узнали наши корреспонденты. Очередным событием в жизни нашего города стало открытие уже обновленного здюшора профсоюзов по легкой атлетике. Более 283 тысяч рублей из городского бюджета выделили на реставрацию здания. Если я не ошибаюсь, порядка 40 лет зданию. И ремонта как такового капитального не было давно. Последние два года катастрофически. И крыша текла, и очень холодно было. И все это время пытались донести, что это проблема. И страдают в принципе дети, и результат, и здоровье детей. Раньше были немножко, скажем, битые стекла, которые уже вываливались и было немножко травмоопасно. Поменяли стекла, поменяли отопление, подвод холодной, горячей воды, поэтому стало на более комфорт. Помимо этого была заменена входная группа. В спортзале покрасили стены и потолок, отремонтировали тренерские, душевые, а также сделали вентиляцию. Как отметил Михаил Волк, после ремонта в школе Олимпийского резерва стало заниматься еще больше ребят. Сегодня здесь порядка 300 воспитанников и 7 тренеров. В наших группах это более-менее старшие дети 10-9 классов, которые уже призеры, чемпионы областных и республиканских соревнований. Поэтому надеемся, что все наши звездочки, которые вышли отсюда, это естественно не последние. Будем работать. Детей у нас, как вы видите, много. Дети идут. Своими впечатлениями поделились ребята младшей группы. Отличные впечатления. Очень тепло стало, очень красивый стал зал, очень хорошо теперь заниматься. Тут больше места как будто бы стало. И еще сделали новые раздевалки, и можно спокойно переодеваться. Раньше я не сюда ходила, не в этот зал. Мне зал очень нравится. Плюс в нем то, что там есть тренажерная, и он большой. Очень нравится, и не хочу бросать легкую атлетику. В обновленном зале всегда рады новым спортсменам. Студия танца «Навигатор» совместно с Федерацией брейк-данса провели в Пинске областной отбор для республиканского первенства. Кадры выступлений в нашем следующем сюжете. Пинск стал самым танцевальным городом Брестской области в минувшее воскресенье. В течение дня батлы за право выйти в финал первенства страны, который организовывает Белорусская Федерация брейк-данса. В Брестском областном центре инновационного и технического творчества. Ноябрьский день по-настоящему жарко. На танцполе за выход в финал борются как начинающие, так и опытные танцоры. У семилетнего пинчанина Ромы сегодня ответственная задача. Он танцует в первом батле. Мама поддерживает, папа уже нажал кнопку видеозаписи. Он видел видеоролики в интернете, ему очень нравился этот вид танца. И он начал нас с папой штудировать, заведите, заведите. Дома постоянно соседи жалуются, что очень шумно. Он дома тренируется, старается. То есть ему это интересно. Мы не заставляем. Он сам к этому идет. И пришел с легкостью к первому месту. Всего в этот вечер определили победители в шести номинациях. Дети до 8 лет, до 18, до 16. Взрослые 17+, девочки до 12 лет, девочки 13+. За окном мороз. В зале температура с плюсом. Причем чем ближе к финалу, тем градус выше. Эффектное выступление. Трюки в сочетании с харизмой и фирменным стилем. Чем старше возраст участников, тем больше опыта. На выступления взрослых танцоров с интересом смотрят дети и их родители. Здесь уже непонятно, кого выше оценят члены жюри. В категории 17+, первое место у Пенчинина Ильи Власенко. В целом было сложно, так как в первую очередь не из-за сложности соперников, а из-за того, что в родных стенах и не хотелось оплошать. Особенно перед мамой с папой, перед тренерами, перед девушкой. Илья подхватил танцевальный вирус много лет назад. Спустя годы на танцполе показывает такое мастерство, что ему отдают предпочтение столичные судьи. Как отмечает Илья, все благодаря тренеру Кириллу Сухобокову. Одним из соперников Пенчинина стал Николай Федорович из Барановичи. Сегодня у него третье место. Это самый такой сложный силовой танец, я бы сказал. В большей степени для парней. Просто я был очень активный в детстве. И соседка жаловалась, что я слишком гремлю и так далее. И другая соседка пришла и сказала, что я знаю, куда вашего сына деть. У нас там есть один парень, который танцует брейк-данс. И как бы давайте попробуем. Дома и стены помогают. В очередной раз подтвердили народную мудрость пенчани. Все прошло на довольно хорошем уровне. Я думаю, достойным для представления области. Значит, наши воспитанники, мои воспитанники из города Пинска, все поедут на финал в город Минск 22 декабря, который пройдет. То есть мы взяли первое место. Финал состоится 22 декабря в Минске. 100 идей для Беларуси собирают в регионах. В ПолесГУ школьники и студенты рассказали о том, какие идеи можно реализовать в нашей стране. С участниками познакомились и наши корреспонденты. Будущее Родины строить молодым. Они предлагают и при возможности реализуют. В Полесском государственном университете в очередной раз прошел межрегиональный этап конкурса «100 идей для Беларуси». Главный организатор – Белорусский республиканский союз молодежи. Всего представили 17 проектов. Алена Разумец, выпускница биотехнологического факультета, предлагает на пенчани выращивать павловню войлочную. На базе лаборатории уже получены образцы. Древесина павлони очень ценна. Она очень мягкая, то есть она легкая. Ее вес в 2-2,5 раза легче древесины дуба, к примеру. Также такими свойствами она обладает как пожаростойкость, влагоустойчивость. Наша древесина в 2-2,5 раза дешевле. То есть ее стоимость составляет от 200 до 800 долларов. То есть средняя цена где-то около 500. Двухлетний саженец достигает высоты 3-4 метров. То есть достаточно быстро. По сравнению, например, с дубом, который должен вырасти до огромных размеров за 30-40 лет. Из этой породы делают многое. От детских игрушек до музыкальных инструментов. Павловня распространена в Японии, Китае, Америке и Канаде. В Беларуси пока не выращивают. Студенты специальности физическая реабилитация и эрготерапия предлагают создать в Пинске специальный центр. Этот центр будет предназначаться для лиц с инвалидностью для оказания данной категории реабилитационных услуг. Есть у нас, скажем так, база, где проводить. И есть тренажеры эрготерапевтические и реабилитационные. И мы просим еще финансирование на закупку оборудования для сенсорной интеграции. Заниматься будет, пока предполагается, это два студента 4-го курса, которые будут работать. И я, как консультант, это будет бесплатная консультация и составление программы эрготерапии. Бесплатно. Заниматься с детьми и взрослыми будут студенты. Эрготерапию они изучают на парах. На практику ходят в территориальные коррекционные центры города Пинска. Специальность эрготерапии представляет собой комплекс различных мероприятий. Как базальную стимуляцию, как сенсомоторную функциональную тренировку, где мы разработаем мелкую моторику рук и крупную. Восстанавливаем когнитивные функции, также их поддерживаем. Мы для каждого пациента составляем программы по эрготерапии. С каждым с ним проводим план конспекта. И затем тестируем. И в итоге мы проверяем, достигли мы этого достаточного результата или нет. Действует эта методика или нет. Один из будущих специалистов на сегодня уже имеет медицинское образование. Теоретических знаний вполне достаточно. Но благодаря медицинским знаниям, которые я получил, качество обслуживания пациентов получается на более высоком уровне. И эти дополнительные медицинские знания очень помогают в освоении новых знаний, которые получают мы в полезную нашу специальность. Столинский школьник Иван Симболист участвует в проекте «100 идей для Беларуси» во второй раз. Его интересует тема «Как экономить энергию». Мой проект называется «Термоэнергия». Суть этого проекта в том, чтобы получать электроэнергию из тепла. То есть есть термоэлектрические модули, которые мы хотим встроить в печь обжига Горинского КСМ. Таким образом, одна сторона термоэлектрического модуля будет нагреваться, а вторая охлаждаться, из-за чего в цепи будет возникать электродвижущая сила, то есть ток. Один такой модуль экономит 809 киловатт-часов в год, стоит 15 рублей. На печи можно установить 10 тысяч таких модулей. Проект по расчетам школьникам окупится уже через год. По итогам жюри выбрало 7 проектов, которые участники представят на областном этапе. Для того, чтобы перенестись на столетия назад, достаточно выехать за пределы города, доказала Татьяна Хвагина. Экскурсовод показала места Первой мировой войны. Полуразрушенные усадьбы, немецкие укрепления в лесу, памятник погибшим воинам, сделанный местным жителям. Здесь гуляли туристы из Белоруссии и Европы на память сотни фотографий. Ведь здесь есть на что посмотреть. В Пинске в рамках проекта «Формирование предпринимательской среды по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Белоруссии» прошел четвертый и заключительный семинар на тему «Организация производства и сбыта органических ягод в трансграничных районах Украины и Белоруссии». Место встречи – Полесский государственный университет. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Цель проекта – формирование предпринимательской среды по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Белоруссии, которые реализуются Полесским государственным университетом в нашей стране и их украинскими коллегами из Национального университета водного хозяйства и природопользования, вернутся не только к органическим способам выращивания ягодных культур, но и к органическому земледелию в целом. Делать это крайне важно уже сегодня, потому что как интенсивное земледелие разрушает и почву, и природу, и человека. В числе спикеров в этот раз были не только представители научного и фермерского сообщества Украины и Белоруссии. С докладом выступила Татьяна Карбанович. Заместитель начальника главного управления растеневодства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Вопрос актуален на государственном уровне. Гостья поделилась со слушателями информации относительно текущего состояния законодательной базы в области органического производства и ближайшими перспективами ее развития. Мы имеем на сегодняшний день, развиваем законодательную базу, имеем наработки в научной сфере. Ну, то есть, как бы у нас вырисовывается такой комплексный подход. Это замечательно. То есть, мы видим, что у нас такое прозрачное достаточно отношение именно к работе производителей органической продукции как на нашем рынке, так и за рубежом. Гость из Польши, выступление которого заняло значительную часть семинара, профессор Юзеф Тибурский поделился с участниками семинара опытом органического производства Польши и с удовольствием ответил на все вопросы заинтересованных слушателей. Когда мы начинали органическое производство, мы думали, что основной проблемой будет выращивание урожая и разведение животных. Но проблема оказалась в другом. Проблема в выгодности. На второй день состоялась производственная экскурсия на ОАО «Полесские журавины». По итогам семинара все его участники получили благодарственные сертификаты и книгу «Рекомендации по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Белоруссии с учетом требований и стандартов Европейского Союза», которая была презентована, скажем так, в полевых условиях. Температура воздуха опустилась существенно ниже нуля. А свод предупреждает – не стоит доверять первому льду. На горизонте – первый клиент. С берега за рыбаком-экстремалом уже наблюдают спасатели. На часах 9 утра. На термометре – минус 13. Ударили первые морозы. Пинус ковало льдом. В таких погодных условиях у спасателей изменилась и утренняя рутина. Утро начинается с разведки ледовой обстановки. Водолазы одевают, конечно, снаряжение, чтобы самим не быть такими, скажем, мокрыми. Заходят на лед и проверяют толщину льда. Сейчас у нас на реке начинается период ледостава. Опасная пора. То есть люди еще не понимают о том, что лед тонкий начинает на него выходить. Он даже не успел схватиться. А люди считают, что нужно по нему побегать. В данный момент толщина льда на реке Пина около 3 сантиметров. Ближе к грибному каналу, грибной базе сантиметра 4. И сейчас будут выставляться знаки о том, что лед слабый или промоенный. И хотелось бы, чтобы люди, когда читали эту надпись, понимали, что это не просто так написано. В такую погоду желание только одно – ни ногой на улицу. Но не у всех. Тех, кто домашнему уюту предпочитает бодрящий мороз и ветер, а свод просит соблюдать правила безопасного поведения на льду. При ловле рыбы зимой со льда, напомню, что летом с лодок, рыбаки обязаны иметь надетый и, подчеркнув, застегнутый на себе спасательный жилет. Второй момент. У каждого рыбака должны быть привязаны на поясе веревка длиной не менее 20 метров. И на втором конце веревки груз 300-400 грамм. Для чего? Если он вдруг провалился, и чтобы мог этот груз скинуть ближайшему рыбаку, и он помог ему выбраться на лед. В случае, если провалились, главное – не паниковать. И широко раскинуть руки на полыню, опереться, лечь или спиной, или грудью на один край полыней, а другой – оттолкнуться ногами и переворачиваешь, не вставая, продвигаться к берегу и одновременно звать на помощь. Даже если человека, терпящего бедствия, спасли, его жизнь все еще под угрозой. Взяли с собой пару-тройку сухих носков и все-таки какой-то спортивный костюм. Потому что случаи, которые у нас были, даже в практике наших пенчан, рыбаки проваливаются, все мокрое, переводится не во что. Бензин, как правило, в машине быстро заканчивается, когда печка. И были случаи даже смертельные, когда ехал один из наших пенчан, наверное, уже лет было 7 назад. Его друзья на машине везли замерзшего на встречу скорой помощи, еще живым его переложили в скорую помощь, но по дороге больница умер. Поэтому тоже такие меры безопасности должны соблюдаться. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok